друзья всем привет сегодня мы будем покупать beer piotlander 1000 только xmr представим что у нас есть 1 миллион рублей и мы заходим в авито или автору и будем смотреть то что мы в принципе можем выбрать за эти деньги опять таки скажу что это мое субъективное мнение на основывается на каком-то моем личном опыте и так погнали чтобы не терять долго времени вот пример вижу первый вариант очень привлекательная цена что там мы за эти деньги видим мы за эти деньги видим вот такой вариант и вот такие фотографии соответственно вопрос номер два к этого квадроцикла почему за это время не продался что-то возможным не так бывает иногда плохих то плохие продавцы вы ставлю такие фотографии поэтому они не продаются надо спрашивать узнавать движемся дальше так второй вариант мы видим в подольске есть сидуха кофр так колеса не они родные диски не родные так айти пиха стоит у него мужичка какая то есть музыка твой и вот это я вообще не приветствую но это мое мнение кто-то от нее тащится что-то он видимо этим делом любит таскать надо будет у него поинтересоваться если он таскает что-то тяжелое я бы отказался об этой от этой покупки потому что техника как правило нагрузка все идет не только на вариатор но еще на трансмиссию на редактора и на привода квадриками таскать что-то тяжелое не надо это для этого есть машины трактора и все остальное так 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 но так себе вариант он мне почему-то он не нравится вот скажу вам так хотя ценник приятный просите фотографии обязательно вот этих узлов то есть это переднего редуктор входящего в кардана входящего в редуктор передней следующая фотография входящего кардана в переднюю часть мотора заднего карла перед заднюю часть мотора и задний редуктор то есть получать четыре фотографии попросить эти фотки со вспышкой как положено для того чтобы оценить каком это состоянии обещать попозже почему так еще вариант такой есть это иксти его не рассматриваем вариант вот такой вот у нас есть четырнадцатый год пиксель зелененький симпатичный красивый резином бигхорн 20 у ее до 20 так чего нас такое так накладку уже отвалилась чё-то с ней стало не так видимо если вы плохо отмыли помыли но тем не менее как она у нас есть идем дальше сидуха ручкам хана чё-то там с ними произошло непонятно нифига себе бабах саморезе сюда вкрутили офигеть надо спрашивать просто так у него ценник низкий стоит возможно что-то не так та 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 бережная эксплуатация бережно что все ручки повырвали дополнительно опции в комплекте кофр сеть духа торг звоните ну для охоты продукт покупка сокола но у всех люди свои принципе это все предметы торга все что вы там наковыряете найдете видите это ваш это ваши деньги рекомендую сразу нанять человека которого есть программа бац помощью которого подключите все можете увидеть по программе каких интервал к режиме он работал и в принципе вам все расскажу потратьте на это деньги если но зато вы купите нормальный квадрик я вам рекомендую дальше питер что тут у нас в питере есть ручки с подогревом оригинал есть так супер такси духа мне кстати тоже в этом месте почему-то дырочки есть так свет есть кофр есть лебедка есть на такой продом то ли он плохо отмытый то ли он просто такой замызленный лоск так чтобы нам проверить насколько соответствует заявленному пробег нам нужно будет все таки воспользоваться программой бац так лифт стоит у него мне кажется так движемся дальше шито-перешито уже у нас тут все так доп у нас здесь есть так чего тут у нас еще горилка в хорошем состоянии оригинальные диски ну в целом давайте посмотрим что она владелец пишет здесь так состояние отличная пневма удалена демонтирована там стоит подиуме уже посмотрел я продаю за не надо без принц принципе неплохой вариант нужно смотреть просите фотки ребята про которые я вам говорил дальше вариант краснодар но когда пожалуйста дверочку он дверку закрыть так что тут у нас дальше здесь получается кобра установленного него канистры горилка видимо в комплекте она даст зачем-то перекрашивал бампера blackwater вот это кстати состояние это означает что с человеком очень ездил поглядить от торфяной болотной жижи вот так вот очень быстро краситься но я заметил еще одну вещь почему тогда здесь мотор загорелый а вот здесь она не желтая и защита здесь не желтая как вот там но не знаю мне кажется он так уже потерт как это часто бывает называют уже так нормально по видалу но тем не менее вот тоже можно рассмотреть какие-то варианты которого это предмета вашего торга идем дальше что мы тут видим это у нас xd 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 так вот этот вариант про который в принципе можно тоже рассматривать внешний вид у него неплохой я когда покупал свой я хотел вот так же рассматривать у меня есть уже расширители стоят такие широкий чтобы грязь не кидался выглядит это конечно вроде бы неплохо на горилле практически стойки 14 год или 14 модельный год знаете что меня разочаровала в нем когда я попросил владельца фотографии всех вот этих узлов про которые я ранее рассказывал они все были в очень ржавом состоянии такое ощущение такое ощущение что он просто ездил по морю по соленой воде там прямо просто все в ржавчине все 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 ржавчине прям но прям совсем но могу сказать что не просто так этот тоже квадрик висит с октября и не продается до сих пор то лиценик за но у меня ценик был 95 я помню уже тридцатку скинул но не продается на него потому что видимо людей не устраивает фото либо считают что это очень дорого за него все народ что могу сказать дальше у нас фактически мы уже перешли наш бюджет но откроем вот это что вы понимали это аукционный квадрик его рассматривать не стоит лучше знаете как лучше всего это когда техника перед вашими глазами и вы понимаете что вот она перед вами они кто-то тут фотографию такие присылает которую не понятно что и вот такие непонятные вот это непонятное на щупе но я бы честно сказал бы воздержался потому что очень большие сомнения у кто чего и как эксплуатировал ты не можешь спросить у владельца так ты косвенно хотя бы можешь узнать что с техникой так и что с техникой не так а так вот ну чего это дело чувак для того чтобы просто нырять глубоко на ней тем более это вот акционная техника состоится в сша ближайшие дни данных я бы такие техники не брал но вот пока он там ну хрень собачий может быть там придет просто кот мешки вот это по крайне тысяч посмотришь вот эту свечи посмотришь ребят целом вот так выбрать из того что например сейчас я бы посмотрел это вариант вот этот и вариант вот 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 этот так так куда он делся и вариант вот этот который в питере вот неплохой я бы посмотрел на питерский по моему тоже очень давно висит в октябре еще висит его не забрали очень странно так что до этого всего я бы посмотрела так в принципе все можно посмотреть чисто сидеть а дальше уже сделать вывод опять-таки ребята не спешите с покупкой прямо здесь и прямо сейчас потому что техника не самая последняя на рынке они будут еще появляться и будут и будет просто нужно сидеть и ждать их поэтому в принципе удачно выбора вам надеюсь какие-то мои вещи вам помогут при выборе техника опять-таки смотрите выбирайте обращайте на все внимание при бирпишке покупки обязательно желательно воспользоваться программной бац она поможет вам раскрыть некую правду о технике и так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик тем самым вы будете узнавать о выходе нового ролика ребята всем пока с наступающим с наступившим новым годом берегите себя всем пока